Вот мы очередной раз приехали в деревню Урывки, с шерстобитым, да, за медом. Нас уже ждут, Геннадий Павлович с женой. Сергей Павлович нас привез, это он держит заказ в руке, что сколько купить чего. Ну сейчас вы увидите все, сколько там у него домиков этих. Так, когда пчелам подходить будет, разговаривать только шепотом, руками не махайте. Аккуратно, иначе нападут. Вон они уже, выкачкой меда занимаются. Пойдемте сразу туда. Сергей, проходи, или что. Это она с сыном там работает. Сегодня жарко, не работает. Вы смотрите, сколько домиков, где вы столько увидите. Здравия желаю. Добрый день. Вы нам полюбились? Да, опять замерзом к вам. Сказали, две надо, со своими банками, но я не стал накладывать. Я три, здравствуйте. Хоть пять берите, только надо было заранее сказать. Я не стал свои накладывать, потому что думал раз со своими. У меня две вот есть. Пустые. Так, Игнатий Тихонович передает вам поклон. Значит, просил передать, что поступила информация, что тут у вас... Какая тут деревня-то? Корчено. Корчено. Мед по 750, но мы берем только проверенный. Вот здесь, как бы, настоящий. Не знаю. Может быть, полторашка 750. Ну, это тетя Люба Минаева сказала. Она сказала об этом. Не знаю. Ну, в общем, заказал, Игнатий Тихонович, три банки старого. Всего прошлогоднего. Так, с прошлогоднего. Сколько у вас нового можно? То есть у нас, смотрите, вот Игнатий Тихонович. Я думал, что Игнатий Тихонович. Нет, это самое. Старым нам надо, получается, пять банок старых. И пять новых. О, ребят, пока нет. Не срочно? Ну, вот две не срочно. А вот если мне, потому что мы уезжаем, и одну найдется? Одну найдете. Одну найдете, только одну, да? Потому что у меня тут тоже уезжает на север. Я меня заказываю. Дальше-то он будет. Но вот сейчас ходим, это самое, смотрим. То расплод, то не запечатан. Ну, не запечатан, и они качают. Потому что он должен созреть, тогда я запечатаю. Ну, значит, попозже пресс еще приедет. Ну, если есть возможность подождать. Подождем. Подождем, да. А если уж, ну, одну надеву, да. Послезавтра. Одну надеву, да. Плохо пока нынче срочно. Она и в прошлый год в это время еще плохо была. Я вот по записи усмотрел. Так. А прошлогоднего, пожалуйста, хоть сколько? Прошлогоднего? Ну, пять банчиков. Вот пять ведерок нам надо. Две ведерок нам надо. Две мы вам отдадим. Ваши пять ведерок. То есть три ведерка еще. Цена какая у вас? По тысяче? Прошлогодний по тысяче, да. По тысяче ведерки. А нынешний, но и ведерко 30. Тысячу тридцать, да. А нынешний, тысячу двести. Не знаю. А я звонил вашей жене перед тем, как выехать. Ну, так... Попросил уже ее набрать. Она накладывает. Так думаете, так быстро, что ли? Ну, я знаю, что это. Это же не быстро. Ты же мне звонил дня два назад. Сказал две баночки. Если бы я знал, что в свой, я бы уже наложил. Вечером или как-то. Утром раньше. Ну, вот так вот. Я ему говорю, позвони, наложи. А ты, Володя, сказал две баночки в свои. Я думаю, ну, две баночки недолго наложить. А у нас как ехать так в последний момент? Телегу запрягать, да? Или как там говорится? Ну, все не предусмотришь. У меня, вон, видишь, сын. Тут выходные помогает, работает. Делов-то много. А результат-то пока, что выход-то потемарится. Потом будет там много. Он есть, но он не выпоказан. У меня заказов много еще. А мне там тоже в интернете один мужчина вышел. Говорит, дай телефон. Говорит, хочу нового. А он звонил какой-то из Подмосковья. Да-да-да. Он же назвал где-то, я записал. Я говорю, попозже позвоните. Проблема-то в чем? Проблема с пересылкой дорогой. Ну, бывает, что некоторые... Пересылка дорогая, да. Но некоторые готовы даже на это идти. Высылаю. Я в прошлый год трём или четырёх высылал. Позапрошлый год тоже высылал. Звонят. Звонят, что знакомы с Игнатием Тихоновичем, с Потеряевским. Я говорю, да мне, пожалуйста. Пробовали другой мед. Вкуснее вашего нет. Поэтому приезжаем каждый день. Да спасибо, спасибо вам. Только просто вот я не могу... Я бы рад свежего налить хоть сколько, но если прошлогодний есть. У меня тут позавчера в больницу повезли ребёнка на операцию, но он уже большенький ребёнок. Говорит, вот срочно два литра мёда надо. Свежего нигде найти не можем. И в Шарчино звонили, и в Корчино, и тут никто не качает. Ну, налили у меня немножко, был свежий. Ну, две литрового ведёрка, только литровый. Потом приезжают, но они не рассчитались без денег. Вчера приезжают, деньги привозят. А он у вас, говорит, не прошлогодний был. Я говорю, то ли сама сходит. Я 50 лет уже с пчёлами, но если прошлогодний, я говорю, вот он прошлогодний. Если нынешний, нету, ну нету, если есть, сколько-то дам. Мне какой резон, что вот обман. Как, говорю, прошлогодний? Пойдём, говорю, я тебе покажу, какой прошлогодний, какой нынешний. Но прошлогодний он густой, он... Масса совершенно другая, чем свежий. Ну, вот Игнатьич заказал, он говорит, мне более старый, лучше нравится. Да, он говорит, всё равно же, да. Так понимаете, вот я вам тайну скажу такую. Если не знаешь пчеловода, ну, думаешь, что тебя могут обмануть. Не надо брать свежий, надо брать прошлогодний или там какой-то. Прошлогодний же ты и подделаешь никак. Если свежий там что-то добавляет или вот ещё чего. Свежий я не знаю, какой он будет. То ли он твёрдый будет, то ли он будет мягкий. Вот понимаешь, зимой занесёшь флягу, Некоторые хорошо берётся, накладываешь, Некоторых вот топором губит. Она зависит от погоды. Нынче вы видите, какая сушь? От погоды, от цветов зависит. А тут я уже вижу, ага, прошлогодний. Вот он мягкий, хорошо берётся. Мне такого. А бывает он твёрдый, не возьмёшь просто так. Поэтому тут... А свежий я разливаю, но он льётся. А какой он будет, я ж не знаю. Из каких он трав. Если бы я вот подвёз его к полю, допустим. По солнышку или там. А если у вас мёд вообще остаётся, он как у вас? Куда вы его деваете или хранится просто? Ну, хранится, постепенно разбирает. Разбирает, да? Ну. А храните его во флягах или в ведёрных? В контейнерах есть, есть во флягах. Есть вам, сейчас Ганна накладывала, такие у меня шестиведёрные бочки. Знаете, в армии готовят на пару пищу. Они такие оценковые, а? Снержавеют. И вода у них внизу под этим котлом гореется. И вот у нас садики, посписали в садики, столово. Я ему купил там за небольшие деньги. И вот таких хранил. Шестиведёр у меня крышка хорошо разливается. Вот. Был полный по весне. Только Патерейский забрал. Шесть вёдер. Сегодня последний забрал до восемь. Конечно, лучше всего он хранится в стеклянной посуде, в деревянной посуде. Потом идут фляги. Ну, а вот с капроном. Ну, если пищевой, говорят, то что они? Не пищевой. Ну, не пищевой не ложим. Вот покупаем эти деревья, понимаем. Ну, насколько это... Кто-то не хочет в ведёрках. Только в банках. Кто-то в ведёрках. Потому что в них везти проще. Везти проще даже. С банками они тяжелее. Но это можно привезти дома, а перефасовать. Единственное, они бы у ручки покрепче делали больше. А ручки это нельзя вообще. Да, мы это самое. Кладём их так, чтобы из-за ручки не брать. Я однажды в Менец, она у меня как оборвалась. Я по руках-то в это крыльцо. Ну, хорошо, мёд. Ну, не жидкий был. Она лопнула. Вот такие дела. Так, ну, сейчас накладываю, да? Сейчас накладываю. Так, свежего куда? Сюда? Я вам отдаю два. Значит, две старых и одна свежая. Это забирайте. Вот эти вот, чем мне не нравятся? Это ваши, с прошлого года? Ну, были, были. Покупали, но и такие. Такие бывают. Тут видно. Человек берёт, он видит. Как у нас. Доложено. А тут не видно. А прозрачные были ещё. Ну, вот сейчас накладывают прозрачные. Они есть вот такие 3300. Есть три. Тут ничего не написано. Прочитайте. Я не вижу. Ну, давайте я прочитаю. Вот тут где-то есть. Вот тут где-то есть. Они есть 3300. 3000 миллилитров. Значит, смотри. У тебя получают... У тебя получают... 3200. Сколько? Ага. Нету? Сейчас. Найду я там где-то выбраканная рамка. Но это надо куда-то вам зайти. А то тут пчога налетят. Сейчас подождите. Запомните, зато на всю жизнь. Что такое. Мёд. А Егнатий Тихоновича туда увезти? Нет. Здесь поесть. Здесь поесть. Ходит, что-то записывает там. Сколько их тут? Не буду ловить. Ох, сколько тут пчеловод. Один, да, это пчеловод. Тогда же, в прошлом году он показывал, Геннадьевич Павлович, эту самую. Рой в этой мешочке в таком. Ты снимал тоже, помнишь? Ну да. А, ну да, в этом. В яме. Сколько там интересно в рой, сколько там пчел? Не знаю. Ну, в интернете там есть... Надо спросить сейчас будет. Ну, сейчас. Ну, там семи-то разные. Бывают разные. Бывают разные. Матушка даже вот на глазце определяет хорошая семья, а не хорошая. То есть... В зависимости. Тюжин, смотри сколько пчел улетает. Главное, не просто мед-то произошел. За него надо следить, а не улетает. За него надо следить, чтобы... За несколько километров, там 5-6 километров, по-моему. Нет, а именно вообще, она может вообще семья собраться и улететь. То есть они за этим все время смотрят, чтобы пчел не потерять своих. Тут не просто так все. А в прошлом году мы здесь были, такая пасханная дождливая погода была. Они все были в гуле. Ну да. Поэтому их не было. А сейчас сколько это есть? Вон сколько их рой целый. Галя говорит, пусть идут... Видишь, я 7 заказал, беру 2 тогда. Геннадий Павлович, скажите, сколько в рои, вот мы в прошлом году показывали, сколько пчел там? Ну я не считал. Ну примерно. Так, если в семье от 60 до 80 тысяч, Роится семья где-то половина уходит. Вот считай, тысяч 30 уходит. Да, тысяч 30-40. Ну на вес, я скажу, бывает 3 килограмма, 5 килограмм. Это вы что мне дали? Сейчас я всем дам, туда пойдете. Чтобы пройти мимо этих. Все. Чтобы не напали. Так, и руки это самое. Не мушите. Ручки чистые, нет? Если не чистые, помойте, вот руками будете есть. Иди ты. У меня чистая. Помойте. Помойте. Вот тут полотай. Что ты, Егор? У тебя чистая? Да. Ну помыть все равно, аж вы съехали. На тебе. Хорошо, помойте. Володя, на тебе. Ага. Так, это еще три надо, да? Да. У них же различий нету, да? Оператор или не оператор. Так, Егор, иди в мои руки. Сергей Павлович, наи, пожалуйста. Теплая вода. Видите, нагрелась бычка. Там чувак. Теплая вода. Теплая вода. Между прочим, вот этот станочек хороший есть у Геннадия Павловича. Вот он сзади вас стоит. Растяжение спины. Игорь Дубунов даже пробовал. А, вот. Я еще не вижу. Подожди. Тебе повернуть надо, я просто. Да, Сергей Павлович. Меня одел. Я не вижу, что я снимаюсь. Зачем? Нормально все было? Да, отлично. Вот такие вот мы в шлемах. Сейчас я сейчас идем, принесу, скажу, принесу в сетку. Давайте пойдемте туда, потом я принесу. В сетку, я сетку, а вот тут пойдемте. Пойдемте. Идите вот тут, тогда. У вас немчилагерка есть, нет? Ну вот. Нет, я немчиловоз. Водок тебе неинтересно. Понемножку подъезжают. Одни уезжают, другие подъезжают. По нескольку детей. Ага. Пойдемте, пойдемте. Добрый день. Заходи, Сергей, туда. Туда? Да, туда. Закрывай, все. Добрый день. Здравствуйте. Продолжение. Здравствуйте. Смотрите, там у нас двое осталось. Здравствуйте. Здравствуйте. Кушайте, а ожоги сюда вот клость. То есть пожейте, пожейте, раз туда. Да, пока сладкий. Так, надо было воду только выключить, что-то так жарко. Слушай, я тут тоже много. Как вам блинчики? Нынче купил медогонку, медогонку новую купил, сама крутится электрическая, привод снизу там, но мёда пока нету нифига. А это что ведро у вас снизу? С мёдом уже? Да. Со свежим? Да. Вкуснятина. Вкуснятина, вот ешьте. А ели когда-нибудь такие? Я ел. Ел уже? У него дядя говорит пчеловод у Егора. А вот на рожжение, да? Бери еще. Первый раз ешьте. Нет, не ешьте. Бери и тебе ешьте. Ой. Бери и тебе. Давай, я сейчас сняю. Себе когда-то хоть сетку снял. Оператор тоже может есть, хочет. А мне тогда это, когда это, Ольга Аликина вот эта была с своим сыном, другие там, Галя сгуляла была с детьми сады, они из ложечки кормили. Кормили, как оператора. Да. Да, меня. А-а-а. Я не получится, угощал медом. Медом, тронем венок еще. Добрый день. Здравствуйте. Тихонечко. Игнатий Тихонович, просил, чтобы они попробовали. Нет, его нет уже. Тут можно с собой вырезать вот это. Как-то потом что-ли. А вот тут этот выборок, тут и мёд, и пыльга, вкуснейшая вещь. Может вам что-нибудь вырезать? Пакет. Вырежем. Тут вот раньше выборка, она тоже может. Вот эти пожарки вот сюда. А ты что, Серёж, не ешь? Я ел. Ем. Надо было воды елки. Воск не перерабатывается, то есть его гладать не надо. Гладать мало. Да. Доплевать не надо, ручки берите, ручки ложите. А это воск? Поделоньку. Отойди. Так, тебе много еще накладывать надо? Еще три. Три, так может это... И вишню введешь на воду. А если есть? Вот они. Ну давайте. А то чё же сейчас? Сколько взялся? Ну два. Это, говорит, наши пришлые. Пробуем. Пробуйте, пробуйте. Слушай, куда же это поставить? Может давай я буду выкладывать? Да, ладно. Я буду быстрее. Так, ну кто там смотри. Так, еще что-то нарезать. Я хочу туда каждый день на завтрак. Приезжай. Питаться. Ничего не слипнется? Нет. Егор, вырастешь свою пасеку, приобретай. А у тебя кто этим занимается? У них занимается приятел. Я у мамы брать. Я ладю. Понял? Женя, не стесняйся, бери. Он уже ел. Он наел. У него уже слиплось. Что, слишком сладко тебе? Хорошая вещь, мед. Много не съешь. У меня тут одна женщина, кстати, тоже верующая, постоянно берет мед. Я постоянно угощаю. Она говорит, так вы что всех угощаете? Я говорю, так мед много не съешь все равно. Поэтому я не боюсь, что много съешь. У меня мать, когда работала в пцеловодном потеряйке, там всех угощали. Едут вот бригаду мужики, там мимо, через железную дорогу. Когда качают. Да я тоже угощаю. Но с собой никогда никому не. А вообще в Библии написано так вот. Господь евреям давал законы. Он говорил так, что один из законов, что ты можешь зайти в виноградник ближним свой, поесть, но с собой не брать. То есть вот так вот. То есть разрешалось. С собой не брать только. Ну тут, наверное, а, кстати... Примерно у вас так и получалось. Да, кстати, бабушка Маня работала. Такая, ну ты найди тогда, в чем вырезать. Или в один уж. Пожертвовать им. Или вырезать. Я потом вырежу. Только посуду найди. Можно даже в пакеты. Да можно в пакет. Сейчас принесу пакетчики. Ну как, Артем, нравится? Да. Блинчики хорошие. Медовые. Это не то, что конфеты, гречка. Вот видите, прошлогодний какой мед. А нынешний какой он будет? Откуда я знаю? Вот это хороший мед. А вы спрашивали, какой мед надо именно? У вас разные меды есть? А кто? Сбор мед или что? Кому? У кого спрашивали? Ну, вроде, кто-то у меня, я не помню, кто-то у меня спрашивал, а какого типа меда надо? А, я спрашиваю. Светлого, не светлого? Что-то такое вы спрашивали. Да, светлого, белого, не белого. Но есть потемнее мед. А, потемнее? Ну, обычно всем нравится посветле. Ну да. Я думаю, это, глаза светлые. Брали, вот этот, желтый брали. О, сама пчела залетела. Ну вот я вот угощал, вот так вот. Ну ты прикрой, чтобы пчела налетят. А это пчелка, что с ней делать? Две пчелки. Не влокачивайся. Так. Смотрите, что мне нужно. Так, это сколько накладывать еще мне? Да. Три всего, да? Всего три накладывать. Раз, два и вот такое еще. Все, понял. Ну, тут хватит в этих флэг. Я говорю, не хватит. Ну, хватит. Даже везде не помню. Хорошо, вот у нас потеряете воскресенье, выходной. А у нас не получается с пчелами. У нас ни выходных, ни проходных. Не получается с пчелами выходных. Тем более сын приезжает по выходным. Помогать. Поэтому нам стараемся как можно больше сделать выходные. Ну, а допустим, вот мы верующие, нам по западу в седьмой день нельзя работать. Вот мы решили с пчелами не работать в этой неделе. Как это будет отображаться? На пчелах и на нас. Ну, как сказать, пчеловодный сезон такой короткий, медосборный. Ну. Тут каждый день на счету. А во-вторых, если роль пойдет, куда деваться? Придется? Ловить его, да? Ловить его, да. Поэтому. Ну, это необходимость. Ну, да, это необходимость. Ну, а так можно, конечно, распланировать так, чтобы... Не работают в воскресенье. Все, наелся? Я уже хочу попить. Попить вот на основном я тут вот эту воду и все. А вот в чайнике есть вода. Вот чайник стоит, а прямо из горлышка, из носка. Давай я буду держать. Тихо. Брется? Не брется? А, ну, там, наверное, немного. Да, чуть-чуть. Брется? Да. Все? Женя, надо? Не бьюся. Как ваша медведь. Да. Ну, все? Женя, у нас мини-кружка. Все? Руки вот там потом вымоем, там, где по праву. Терпите, как говорится. Уславия походная. Можно обрезать. Два я там. Не, не жди. Пальцы обрезайте воду. Они у вас чистые. Помыли мы. Да, уже помыли. Видели, какой у деда там стоит тренажер? Не видели? Не видели. Космонавтов готовят. Да, да, да. Это какая-то. Космонавтов готовят. Володя, он испытал. Испытал, да. А что, спину он уже? Что-то я не могу. Надо попробовать. Игорь Дубунову понравилось. Он даже говорит, я выпрямился немножко. Если есть, то отдохнули, то еще ешьте. То когда еще? Да. Держи, кепку, тепку, держи. Все. Значит, в лагере мало отдыхаешь, да? Угу. Вот, трое только. Ну, в этом году так получается. Одни приезжают, немножко побудут, уезжают, другие приезжают партия. То есть, в общем, у него нет количества. Слышали в лагере? Ребятишки сгорели. Да, да, слышали. В Палатошном. В Палатошном лагере. Ну, там вроде один только ребенок сгорел. Четыре. А, четыре уже. А когда это пришло? Да, да, может, на неделю назад. Видишь, там люди захотели подзаработать и открыли Палатошный лагерь. Хотя сдавали, то есть, это самое, готовили, это такой лагерь. И там что-то небольшое, много. Хорошо ребенок один проснулся, руку обжег. А так будет много. А для чего они включили обогреватель? Ночами прохладно или нет? Ну, прохладно, да и дожди, сыро, дети надежду решили посушить, наверное. Да, если можно в палатках обогреватель электрический лагерь. Мы в армии жили, в лагерях, в палаточках. Друзья, у меня свои роли, я тоже хочу наснимать. Конечно, так же. У тебя хороший подписатель. Возьми блинчик там. Угу, конечно. Так. Не, не надо ждать, так часто. А выберем, кажется, сахарный. Как автомат с калачника работает. Да, да, да. Но это еще не то. Здесь Игорь Тетяков купил фотоаппарат. У него панорамный снимок. Он так ведет, а у него щелчки там. Ну здесь тоже можно. Есть, да? Да. Не, так же можно на телефоне. Это современное, да. Я только с собой не взял телефон. Верующим-то можно такими телефонами, мобильными пользоваться. Раньше верующие даже фотографируются и не фотографируются. Это, по-моему, к старобрядцам относятся. К староверам, да? Да, но я слышал. И Аниша еще. По второму заходу пошли. Да, Артем? Угу. Ну тут можно остаться и все. Это очень вкусно. Да, замечательно. Я говорю, что мед... Я вкуснее нигде не пробовал просто. Покупал, ничего вообще. Лучшего не было. Поэтому и стараемся каждый год, если приезжаю, то... Да, пожалуйста. Ваш мед брать. Могу даже высылать, если стоимость вас устраивает. Зимой-то мне нечего. Ну вот пересылка дорогая какая-то. Да. Я во Франции отправлял. Задимиревич тоже. Мне сказали, нужен этот сертификат качества. Без него не взяли. Я пошел в магазин, баночку меда купил. Мне сертификат дали. Тогда взяли. Магазин эту баночку попробовал. Ну, есть невозможно. Ну, что-то... Ну, сертификат хороший, да? Ну, это... Ну, это... Куча нятина. Куча нятина. Куча нятина. Они многие торопятся качают, чтобы первым... Поэтому жидкие качают, а не зрелые. Сколько такая медогонка стоит? 35 тысяч. И доставка. Ну, в 38, наверное, обошлось, да? Ну, я думаю, заработал. Потому что там медогонка прослужила 50 лет. Она в матери моей была. Но вы ее сохраните. Да, ну, конечно, сохраните. Вопрос в том, что она рамки стала ломать. Разбила уже, центрации нет, наверное. Рамки ломать, особенно новую. До того жалко это все. Пришлось купать. Она как крутится, из этих рамок получается он... Да. От центробежной силы выбрасывает. На боковины выбрасывает. По боковине стекает вниз. Ну, это хорошо. Это все управление там. Так, что головы надо было? Это снять. Ну, там еще есть место. Еще есть такая-то для банки просили свежих. И отсюда же надо, да? А, ну да. Надо посидеть. Мы уже договорились в банках. А еще... Еще у них спех. А я уже на улицу хочу. Подожди, туда нельзя. Там пчелы. Иди посмотри за пчелы. Вова сольет, чтобы налить. Правда, я даже забыл про это. Тесное помещение тут надо расширять. И вроде уже не стоит. Уютненько, хорошо так. Вытяжка тут, да, смотри, ладно? Вытяжка, да. Да. Вот. Так, не знаю. Если переложу. Дослить надо. Налить, что ли, надо сам. Ведра? Так. Да, ведра вот сюда. Артем, отходи. Артем, сюда. А куда? А, вон, куда-то встать. Так, мы опускаем. Тихонько, поднимешься. Артем, там ведро стоит. Отходи. Тихонько. Такой же. Смотрите, поднимем. Такой же можно. Какой хотите, или не помочь. Какой же. Подможен. Отойди, отойди, отойди. Отойди, отойди, встань. Отойди, отойди. Отойди. Отойди, вмешаетесь. Сидится. Сидится. Там же двойной. С кусочки воска. То воск, то там пчелка попадет, то личинка попадет. Пчеленный червячок. Личинка называется. Пчеленный червячок. Так, подожди. Так, подожди. Как он приятен для глаз вообще. Вот одна жидкость. Вот натуральный мед. Видите, ленточкой складывается. Видите, как он? Это натуральный, зрелый мед. Если мед не натуральный, он никогда так не будет течь. Видишь, как ленточки ложится. Лов, проведи, Павел, вот так. Вот, видишь? Вот, воду попробуй так, или молоко, или пиво. Красиво, смотрите. Переливается, как, не знаю, алмазами, что ли. Фу. Измурдами. Чего, с медагонкой сразу встань? А? С медагонкой сливать, или нет? Да, можно будет слетать, сколько собрется. Да, банку надо налить. А. А, нет, сиженая же. Из медагонки. Что, там же все достали из них? Или нет? Откроем, оно сейчас стечет. Давай. Там еще, наверное, под еще есть куда качать. Там еще есть. Мед, мед там. Только его маленько. Вот так, рамки эти восстанавливаются, и потом она крутится, и отсюда выбрасывает мед. За счет скорости. Там нету его. Вот, где. Четыре рамки, да? Открой немножко, пока пчел нет. Это же я уже мокрый. Часто пчелы кусают? А? Пчелы часто кусают? А? Ну, бывает. Десятка-два в день, бывает больше. Бывает не одной. Это зависит от погоды, от медосбура. Если пчелы работают, а когда нет медосбура... Десятка-два в день может пчела укусить пчеловозу. Да. Так они привыкают же к этому. Оргенистов привыкают. Мы же привыкаем. У вас уже иммунитет, да? Я даже не опухаю. А если вот... Мне недавно под глаз отсюда бахнуло. Ничего, если кого-то жарят под глаз, все заплыло. А мне вчера язык. 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 Я вот так вот... Там был воск сверху рамки. Я взяла его вот так. А она там, наверное, внизу. А я не заметила. Раз, два. Кокричок, Гена, скорее убирай этот... Жало. Жало. Хорошо, что он здесь... И он жало прямо было там. Выдернул. Прямо жало в язык воткнулось. Ну, жало прямо в язык воткнулось. Он его выдернул. Я пошла. Лук взяла. И давай скорее язык. Говорю, где там укуши? В какой стороне? До три, говорит, весь язык. А каким лук? Репчатым, да, вы? Нет. А каким? Зеленым. Зеленым даже? А я тоже одно время... У меня осый кусарь, я уже потом головку лука с собой возил. Сразу разрезаю и в той части куда. Какая поднялась? Наверное, лук есть. Сок. А про перышки я не слышал. Значит, перо тоже можно. Ну, я перо прямо это сорвала. Скорее, на грядку поджала. Сорвала, то и растерла их. Дал бы тебе грядки. Вот она летает тут одна. Это лопать. Тихо. Это оса, наверное. Оса? Ну, то же самое, в принципе. Оса-то, она вроде кусает. Оса вроде, да? Она тоже жалит. Жалит? Конечно. Она тоже жалуется. Оса... А больнее, чем пчела. У меня такой случай был. Я на огородчике у нас там по Теревке работал. И Анфиса идет у Стину. Еще лет там, наверное, было 7. Этих овечек пасет. И гонит впереди себя овечек. Такая радостная. Прутика машет. Слышу, кричит. Обратно бежит. Оказывается, овечки прошли, осиное гнездо там в земле было. Разворошили. Это земляные пчелы. Да. И они на ее напали, волосы залезли ей. Она орет там. Я давай спасать ее от этих ос. Я на тракторе косил сено, ну, траву в лесу, ну, на поляне. А тракторок маленький, без этого. Мы еще коров держали. Без кабины. Как они на меня напали, я проехал сенокоскать где-то. Как они на меня напали. Только как отбился. Жаль, это так больно. Ноговоры в легкой футболке в такой. Они у меня и сзади, и с переди. Так, ну что, еще налезать банку. И все. А вы фотографии делаете вот так, когда занимаетесь медом? Кто-нибудь фотографирует вас? Для себя именно. Ну, на победу. Делаете, да? Недавно. Не снимаем. Снимаете тоже, да? Ну, вот недавно рой, три роя вышла в раз и в одну рояльную. Галя снимала. Что-то меня даже не показалось. Я даже не видел на видео. А вы где-то выставляете эти вот, из пасеки, например, видео? Или только для сессии. Да, иногда. Иногда. Так, для родственников выставляем. Это можно было бы вам на ютубе канал свой вести небольшой? Да, да. Не дает, да? Некогда. Не дает, да? Не дает. Летом некогда. Зимой... Зимой уже пчел нету. Пчел отдыхает. Почему? Наоборот, мы по интернету смотрим, как другие пчеловоды работают. Опыт перенимаем. Ну, что-то, если этот опыт перенимать, один так, а другой так. Короче, лучше по-своему. Я пришел к выводу, что лучше по-своему. Ну, все равно иногда. Ну, да, кое-что полезное есть, да. Берешь. Ну, есть моменты, я тоже в интернете, когда смотришь по своей тематике, тоже, да. Кое-что применяется, а кое-что нет. Ну, есть, конечно. Есть вот, я особенно самоделки вот смотрю. Я в молодости-то увлекался, и машины самодельные делал, самые простые. И снегоход делал. Вот, Галина, ну, добавить. Не надо? Не надо. Нет, добавить. Это жарко. Ничего, лишнее сойдет с тебя, Егорыч. Сейчас. 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 Я камеру облежу, и все. Так, ну. Исаш, ты в бане находишься. Только без тазика, без воды. И без, это, без веника. Без веника, да. Нас вчера, Владимирюсь, парил. Вот Женя, он там кричал вчера. Не надо, больно. Больно. Давай нальем это, в ведерко. Ведерко налить. Ну, на что? Что нам, куда отойти, чтобы не мешаться? Вон, в ведерко налить. А, пластика. Свежая, как? Свежая. Свежая, нет. Давай, давай. Закрывай двери. Пусть, летят. Видишь, что? Пластиковая ведерочка. Так, ну что, то ли выводить помаленько, то есть... Давайте мы выйдем. Так, одевайте, сейчас. Володя, выводи, выводи, а потом вставу. Вот сетка, на, держи. Киса, киса, киса. Бывал, вот так киса. Умница, может, как она ловит туда, киса. Ну, холоса, киса, 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 умница, кисенька. Мур, 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 мур. Мур, 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 мур. Мур, мур, мур. Мур, мур, мур. Мур, мур. Мур, мур. Мур, мур. Мур, мур. Мур. Мур, мур. А зачем они на стенке залазят? На локахах. Что делать за лазу? А там на стенке залазят. Ух ты ж! Аккуратнее, не на шейру там. Как хуже будет. Так, ну бегите туда дальше, в ограду. Вы снимаете сетки. Угу. Что, Артем, случилось? Ужалился. А, обкрапивался? Да. А, я куда пошел? А куда она, командненькая? Ты обкрапиву ужалился? Наверно. Ну, короче, в тот раз обрабочую крапиву ужалился, он вздревел. В тот раз. Вы руки мойте. Сейчас, 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 сейчас. Геннадий Павлович подойдет. Геннадий Павлович подойдет. Что там, говорит? Что там? Как жалко. Сейчас, так, ну, быстро павло. Угу. 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 Ну, много воды. Ну, где-то литров сто пятьдесят, наверное. Ну, для рук-то что, пойдет. Да. Вот еще. Молодой человек. Давайте, пока он... Вот это тренажер? Да. Как на него? Ну, потом он придет, покажет. Ну, и здесь стоять ногами, да? Да. Затягиваться ремнем, ноги. Ну, как, это вот так, что ли, туда... Да, да. Так. То есть, он туда прокидывается? Да, да. А куда качает? Ну, кто держит тебя? Все. Егор, подержи. Я руки помою, так и крепко держу. Что, подождите? Сюда руку засовывай. Вовнутрь. И смотри, что снимаешь. Дядя Володя моет руки. Да. Они сладненькие. Может было до дома, но, к сожалению, замарает. Жалко то, что подписчики не едят. Вот. Такой медочек. Может и едят. Здесь что, руки и ноги завязывают? Да. А зачем? Так это, как космонавтика вот такая вот. Тренажерчик вот такой. Руки и ноги завязывают? Нет, завязывают ноги только. На, покажите. Вот здесь вот ремнем. Вот этот ремень. Вот так вот тебе ноги сюда. Так ты встаешь, тебя раз затягивает. Ага. И потом я прокидываю тебя потихонечку туда. Вон туда. Что делают? Ну это для растяжения спины. Вон. Зачем? Зачем? Это для пожилых, по основному, нужно. Как в космосе. Такие, как вы-то, в принципе, и не нужно. У вас еще нет этой болезни всяких. Ну да, типа кости более растят. А нас покатают на этой штуке? Ну и сейчас. Вот. Уже мед несут. Так, вы смотрите, они могут и сюда прилететь. А мы смотрим. Сильно не расслабляйтесь. Мы на ротчике хотим покататься. Может, пожалуйста, что он дядя Володя знает. А? Хе-хе. Чего идите нас держать? Чтобы они упали. Ну, дик. Это меня, так, но. Ой. Летничку. А я что вы проверили? Проверили. Сколько вы говорите? Восемь. Пять двести. Тихонько. Восемь. Да? Нет, покажите. Почему восемь? Восемь. 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Заказывали семь, да? Семь, семь, да. А, ты семь заказал? Да, семь я заказал. Ну что, взяли меньше, да? Пять, семь. Шесть. Шесть. Сказал пять? Семь, да. Нет, я по телефону говорил семь, потому что насчитывалось это семь. А, у меня тут восемь. Пять? Пять. Ну, раз, я шестую возьму. Ну, или седьмую, ладно. Я возьму, возьму эти. Вот две банки. Еще-то, еще одна. Семь. Учета одна. Ваша свежая, да? Вот свежая и две вот только. Свежая свежая? Да, это прошлогодняя. А, ну вот даже по свету ее. Вот тут его никак не спутаешь. Тем более свежая даже эта. Да, и цвет ее. Нет, знаешь, если растопить на солнышке... Ты тогда, получается, ну... Три, Игнать Тихонича, одна тебе. Угу. Еще, две тысячи. Нет, вон еще принесли. А, тогда тебе две тысячи. Ой, здесь сейчас летает свежая. У меня пятитысячная свежая. У тебя какие деньги? У меня пять тысяч. Я могу рассчитаться, а ты мне потому просто. Мелкие. Ведерки-то их. У нас сейчас еще за ведерки тридцать рублей. Так, вот это ваши. Вот эти ведерки-то вот... Чьи это ведерки? Вот, вот, вот. Владимир Юрьевич. Ну, так значит, вы возьмете это сану. Вот эти свои... Ваши-то, возьмете. Ну, не возьмете. А эти... Раз, два, три, четыре, пять. Пять и три... На вас соса. 150 рублей за пять ветерков. А сану... Угу. Колодец к ней. А? 150 рублей за пять ветерков. Вот оно, вот это все дело. Давай я, это... С нашим медом посчитаю все вот это. Я деньги отдам и все. Так, все понятно. Понятно? Ну, три, три это... Ты свои отца... У вас соса три двести. Пожалуйста. Угу. Без ведерок. А вот... Так, получается... Игнатьчин еще три пошел. Три двести, и с тебя еще за одно ведерко одно тебе дали. Да ладно. Три двести-три. Ну, три двести. Ну, три двести. А, ну, это... Пятьдесят-то ладно. Давай я за Игнатьчину еще рассчитаюсь. Не за свои. Вот пять тысяч. Только вот меня за эти... За ведерки добавь нам. Мелко какое-нибудь есть у тебя? Подожди Женя. Все тихо. Тихо. Женя, не баловывайся. Что там пять получается. 150 рублей. Меня укусят. Укусят, укусят. Меня ужалили. Тебе... Тебе... Нагата не распухала. Знаешь как пчела работает, гудяк? Да... Ты ворал бы тогда. Да. Он шум какой-то. Он не распухнулся. Она всего лишь покраснеет еще. Что? Ожариваешь? Не ужаривала. Он обкрапил его, наверное, где-то здесь. А, ну, он скрапил. Там это... Потому что если бы чела бы укусила его, тогда бы у него все там распухло. Тогда он закричал. Мураш может укусил. У нас мурашает. Если я орала, когда это меня звук укусило. Так, вот вам перестали дверь. Берем. Твою забирай. Что ты, брат, за кого ты хочешь? Ну, за кого сейчас? Так. А здесь... Давай я рассчитаю. За Игнатьев начал. За Игнатьев начал. И он три банки заказывал. И у меня две. Пять только... Дай мне тут, пожалуйста, если у тебя есть мерки. 150 рублей за банки. Катяне, отойди, пожалуйста, и туда. Что туда встань. Я вот не взял мелочи. А... Пять сто пятьдесят, да? Да. Пять сто пятьдесят. Пять сто пять рублей надо. Мы их на одну понесем? Нет, нет. Не надо. Спасибо, Христос. На тебя сами шевели. Так, Игнать Тихонич, ты мне четыре давал. Четыре тысячи? Да. Ну, просто видишь, у меня крупные, я не маю. Да, а то она упустит. Ну, все. Вот пять. Кого ты, если тронет? Пять, пять. Панак. Она сама уйдет. Пять сто пять. Улюбляется сам? Ну, пять. Пять сто пять. Три тысячи мне просто отдавай, да и все. Я возьму их. На ноге. На какой? Нет, нет, нет. Все. За эти два ведерка. Это не оса. Это пау. А, еще что ли? Женя? Да. Все понятно. Ух! Ну, что, кто будет пробовать-то станок, Владимир Юрьевич? Будете пробовать? Да! Да! Да, ладно, господи. Растяжной вот этот, для спины. Ну, уже на корме, да. Я не буду. Сергей Павлович, будешь пробовать станок? Я не уже испугалась. Станок? Да. Сапокушку не берем. Попробуй. Может тебе понравится. Я не хочу, вдруг мне не понравится. У вас все шлепки. А, ноги не зажать. Так, ну. Не поговорить нам еще. А, ну все, тогда ладно. С вами были за все. Да, да. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.